Всем привет! Меня зовут Евгений Ребров и сегодня вместе с порталом нацпроекта71.рф я расскажу, что такое цифровые сертификаты и как вы можете получить образование в сфере диджитал за счет государства. Для начала немного вводных. С 2019 года в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». Звучит, конечно, футуристично, но на самом деле этот проект так или иначе меняет нашу жизнь прямо сейчас. Скоростной интернет, умный город, порталы госуслуги и открытый регион 71, электронный документооборот и цифровые подписи. Эти и другие сервисы уже работают, мы пользуемся ими каждый день. Они позволяют нам решать задачи быстрее, удобнее и, что самое главное, из любой точки планеты, где есть доступ к сети. Все это реализовано в рамках национального проекта «Цифровая экономика». И чтобы это работало, а главное развивалось, нужны специалисты с соответствующими навыками и образованием. Для этого у национального проекта есть отдельное направление, которое называется «Кадры для цифровой экономики». И здесь мы возвращаемся к главной теме. Что же такое цифровые сертификаты? Это возможность для людей бесплатно получить образование в сфере цифровых технологий. А специалисты этих направлений сейчас очень востребованы на рынке труда. Добрый день, меня зовут Жень, я работаю инженер-программистом в тульской компании Smartech. Недавно я прошла курсы разработки веб-приложения Тульского государственного университета. Программа курса была действительно очень обширной, она охватывала как HTML, CSS, JavaScript, так и уже работу с Linux, PHP и системой управления базой данных. Курсы проходили у нас в дистанционном формате, что действительно было очень удобно. Все лекции, практические занятия записывались и были доступны на протяжении всего курса. Также у нас был чат в Телеграме, который позволял в режиме реального времени общаться с другими участниками курса или задавать вопросы организаторам. В целом мне очень понравились данные курсы, все действительно было очень удобно, очень емко, и я ничуть не жалею, что прошла их. Как это работает? На старте проекта в июле прошлого года было определено 5 регионов для апробации. Каждый из них получил по тысяче сертификатов. И угадайте, какой регион стал одним из этих счастливчиков? Правильно, Тульская область. Жители региона получили такую возможность благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина. В 2019 году один сертификат был равен 15 тысяч рублей, в 2020 сумма увеличилась до 30 тысяч, и 33 тысячи сертификатов нашли своих счастливых обладателей, ну а количество регионов увеличилось до 48. Для того, чтобы принять участие в программе, нужно было зарегистрироваться на специальной платформе, пройти опрос и выбрать интересующее образовательное направление. А выбор очень разнообразный. Большие данные, основа программирования, цифровой дизайн, разработка мобильных приложений, квантовые технологии, кибербезопасность, искусственный интеллект и другие. В общей сложности 22 направления. Кстати, самым популярным из них стал цифровой маркетинг и медиа. Его выбрали почти 30% пользователей. Все занятия проходили дистанционно, продолжительность каждого из них от 72 академических часов. Меня зовут Мария, я журналист и специалист по работе со СМИ. В своей работе я привыкла постоянно чему-то учиться, получать новую информацию. Хотя это, собственно, сегодня необходимо делать в любой сфере. Поэтому, когда я узнала о том, что есть возможность получения бесплатного дополнительного образования от государства, от цифровых сертификатов, я, конечно же, сразу подала заявку. Выбрала курс пиар и брендинг в цифровой среде. Кстати, по этому направлению было очень много курсов от разных образовательных учреждений, поэтому действительно было из чего выбрать. По моему курсу он мне очень понравился, было много полезной информации, все четко, структурировано, без воды. По каждой теме была возможность найти какие-то новые источники и изучить информацию более глубоко по каждой теме. И в целом было очень много актуальных кейсов. Поэтому я благодарна этой возможности и была рада пройти это обучение. По правилам проекта все курсы являются лицензированными программами дополнительного образования, а значит все участники по окончанию обучения получают сертификаты о повышении квалификации. А это, несомненно, поможет в дальнейшем трудоустройстве. Кто учил свои программы, представили крупнейшие образовательные организации нашей страны и, конечно же, нашего региона. Это были Тульский государственный университет, Тульский государственный педагогический университет имени Льва Николаевича Толстого и Тульский филиал финансового университета. Они подготовили 11 образовательных программ, которые заинтересовали 2,5 тысячи человек. По популярности это пятое место из всех регионов участников. Таким образом, при стоимости сертификата 30 тысяч рублей на образование граждан Тульской области в регион будет привлечено около 75 миллионов рублей из федерального бюджета. По планам национального проекта такие сертификаты будут выделяться ежегодно вплоть до 2024 года. Как его получить и кто сможет это сделать? Граждане, которые захотят получить такой сертификат в следующем году, должны соответствовать определенным требованиям. Они довольно простые. Возраст от 18 лет до достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, наличие среднего профессионального или высшего образования, постоянная регистрация в Тульской области. Чтобы узнать больше о подобных интересных проектах, заходите на сайт нацпроекты71.рф и подписывайтесь на официальные сообщества Тульской области в социальных сетях. Ну а с вами был Евгений Ребров. Прощаюсь с вами ненадолго. Впереди еще много интересного.